Яков Исидорович Перельман. Занимательная геометрия. Факты и расчеты. Перед вами восемь равных кругов. Семь заштрихованных неподвижны, а восьмой светлый, по ним катится без скольжения. Сколько оборотов он сделает, обойдя неподвижные круги один раз? Вы, конечно, сразу можете выяснить практически. Положите на стол восемь монет одинакового достоинства, например, восемь двухгривенных. Расположите их, как на рисунке, и прижимая к столу семь монет, прокатите по ним восьмую. Для определения числа оборотов следите, например, за положением цифры, написанной на монете. Всякий раз, когда цифра примет первоначальное положение, монета обернется вокруг своего центра один раз. Проделайте этот опыт не в воображении, а на самом деле. И вы установите, что всего монета сделает четыре оборота. Давайте теперь попытаемся получить тот же ответ при помощи рассуждений и расчетов. Выясним, например, какую дугу каждого неподвижного круга обходит катящийся круг. С этой целью представим себе перемещение подвижного круга с холма А в ближайшую ложбинку между двумя неподвижными кругами. На рисунке пунктир. По чертежу нетрудно установить, что дуга АВ, по которой прокатился круг, содержит 60 градусов. На окружности каждого неподвижного круга таких дуг две. Вместе они составляют дугу в 120 градусов или 1 треть окружности. Следовательно, катящийся круг делает 1 треть оборота, обходя треть каждой неподвижной окружности. Всего неподвижных кругов 6. Выходит так, что катящийся круг сделает только 1 третью, умноженное на 6, то есть 2 оборота. Получается расхождение с результатами наблюдения. Но факты – упрямая вещь. Если наблюдение не подтверждает расчета, значит в расчете есть дефект. Найдите дефект в приведенных рассуждениях. Решение. Дело в том, что когда круг катится без скольжения по прямолинейному отрезку длиною в 1 треть окружности катящегося круга, тогда он действительно делает 1 треть оборота вокруг своего центра. Это утверждение становится неверным, несоответствующим действительности, если круг катится по дуге какой-либо кривой линии. В рассматриваемой задаче катящийся круг, пробегая дугу, составляющую, например, треть длины его окружности, делает не треть оборота, а 2 третьих оборота, и, следовательно, пробегая 6 таких дуг, делает 6 умножить на 2 третьих 4 оборота. В этом вы можете убедиться наглядно. Пунктир на рисунке изображает положение катящегося круга после того, как он прокатился по дуге АВ, равной 60 градусам, неподвижного круга, то есть по дуге, составляющей 1 шестую длины окружности. В новом положении круга наивысшее место на его окружности занимает уже не точка А, а точка С, что, как нетрудно видеть, соответствует повороту точек окружности на 120 градусов, то есть на треть полного оборота. Дорожке в 120 градусов будет соответствовать 2 третьих полного оборота катящегося круга. Итак, если круг катится по кривой или по ломанной дорожке, то он делает иное число оборотов, нежели в том случае, когда он катится по прямолинейной дорожке той же длины. Задержимся еще немного на геометрической стороне этого удивительного факта, тем более, что обычно даваемое ему объяснение не всегда бывает убедительным. Пусть круг радиуса R катится по прямой. Он делает один оборот на отрезке AB, длина которого равна длине окружности катящегося круга 2πr. Надломим отрезок AB в его середине С и повернем звено CB на угол α относительно первоначального положения. Теперь круг, сделав пол оборота, дойдет до вершины С, и чтобы занять такое положение, при котором он будет касаться в точке С прямой CB, B повернется вместе со своим центром на угол, равный углу α. Эти углы равны, как имеющие взаимно перпендикулярные стороны. В процессе этого вращения круг катится без продвижения по отрезку. Вот это и создает здесь дополнительную часть полного оборота сравнительно с качанием по прямой. Дополнительный поворот составляет такую часть полного оборота, которую составляет угол α от угла 2π, то есть α, деленное на 2π. Вдоль отрезка CB круг сделает тоже пол оборота, так что всего при движении по ломаной АЦБ он сделает 1 плюс α 2π оборотов. Теперь нетрудно представить себе, сколько оборотов должен сделать круг, катящийся снаружи по сторонам выпуклого правильного шестиугольника. Очевидно столько, сколько раз он обернулся бы на прямолинейном пути, равном периметру, то есть в сумме сторон шестиугольника, плюс число оборотов, равное в сумме внешних углов шестиугольника, деленное на 2π. Так как сумма внешних углов всякого выпуклого многоугольника постоянно и равна 4d или 2π, то 2π разделить на 2π равняется единице. Таким образом, обходя шестиугольник, а также и любой выпуклый многоугольник, круг всегда сделает одним оборотом больше, чем при движении по прямолинейному отрезку равному периметру многоугольника. При бесконечном удвоении числа сторон правильный выпуклый многоугольник приближается к окружности, значит, все высказанные соображения остаются в силе и для окружности. Если, например, в соответствии с первоначально поставленной задачей один круг катится по дуге 120 градусов равного ему круга, то утверждение, что движущийся круг делает при этом не одну треть, а две трети оборота приобретает полную геометрическую ясность. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok